Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание актива в областном Акимате, в котором также приняли участие руководители управлений Акима Районов, ветераны. Переназначенному Нуржану Нуржигитову он пожелал удачи и определил дальнейшие планы. По указу главы государства Акимом Жамбылской области назначен Нуржан Нолдиарулы Нуржигитов. Сначала Алихан Смаилов зачитал указ президента назначения Нуржана Нуржигитова Акимом области. В ближайшие годы планируется модернизация социальных объектов, жилищно-коммунальной, энергетической и сельской инфраструктуры, поддержка предпринимательства, запуск новых инвестиционных проектов, повышение качества местных дорог. Я хочу выразить благодарность Касымжу Марту Кемелевичу Токаеву за его доверие. Во-вторых, конечно же, наша повседневная работа, работа с центральными органами исполнительной власти. В том числе и вы, Алихан Асханулы, уделяете большое внимание Жамбылской области. Реализуются программы в большом количестве в разных направлениях. Хочу поблагодарить Алихана Асханулы за тесную взаимосвязь. В-третьих, я выражаю огромную благодарность депутатскому корпусу за то, что поддержали мою кандидатуру. В ходе встречи с активом области Алихан Смаилов отметил, что перед Акиматом стоят задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию региона, в том числе в рамках плана действий по реализации предвыборной программы президента и других стратегических документов. Так, на ближайшие годы предусмотрены меры по модернизации социальных объектов, жилищно-коммунальной, энергетической и сельской инфраструктуры. Поддержки предпринимательства, запуску новых инвестиционных проектов, повышению качества местных дорог и прочее. По указу президента будет принята концепция развития сел на ближайшие пять лет. Она направлена на развитие инфраструктуры, аграрного сектора, да и в целом на повышение уровня жизни в селах. Аким области должен взять под контроль реализацию вышеперечисленных программ. Вторая тема – это развитие промышленности региона. Наша главная цель – улучшение социальных условий народа. С 2019 года реализуется пилотный проект по повышению доходов населения. Эту практику необходимо продолжать. Нуржан Молдиарулы сегодня сделал предложение добавить дополнительно в бюджет 11 миллиардов тенге. Посмотрим. Думаю, этот проект следует продолжить в будущем. Как было отмечено, в регионе откроют 13 новых школ на 9,5 тысяч ученических мест и 30 объектов первичной медико-санитарной помощи, а также модернизируют три районные больницы. Кроме того, запланировано завершение строительства второй очереди биофармацевтического завода, который с 2021 года производит отечественную вакцину Казвак против коронавирусной инфекции. Алихан Сманидов также добавил, что руководство региона должно держать на контроле работу по наращиванию производства отечественной продовольственной продукции и недопущению необоснованного роста цен. Ильдар Гизатуллин, Лёгко Былсаржанов, Айкон Ахпарат. Продолжение следует...